Обратить внимание на наше терпение, вообще-то 30 лет прошло, как участки дают. 30 лет, нам еще ждать 30 лет, когда наконец какой-то статус дорогам будет, социалки. Жители Осиновки рассказывают, что за 30 лет цивилизация до их деревни так и не дошла. Отсутствует газ, старые подстанции не справляются с напряжением, а интернета и вовсе нет. Интернета нет, со связью вообще беда, беда. Вообще очень плохо стало. Интернет, интерсвязь зашла, половину работы сделали, вот на столбах висит оборудование. Вы отсюда дошли? Да, все, дальше нет, потому что им собственник сказал, договаривайте со мной, моя земля, мои столбы, все. Жители рассказывают, что все их проблемы начинаются с дорог, а точнее с их отсутствия. Формально эти разъезды числятся как объекты индивидуального жилищного строительства. Они находятся в собственности местного предпринимателя. По словам жителей, он сам не хочет заниматься строительством дороги и не дает делать этого администрации. Ведь для этого земли нужно передать в муниципальную собственность. Пока же семьи жалуются, что по таким ухабам к ним не едет ни скорая, ни пожарная. И если ничего не делать, то через год мы получим здесь, наверное, тысячу человек, через два года две тысячи человек. И, соответственно, мы-то дойдем, наверное, до того, что будем обращаться к президенту. У нас же все на ручном управлении. В администрации Сосновского района жителям ответили, что строители содержать дорогу они не вправе. Это обязанность владельца земель. Собственник, в свою очередь, рассказывает, что статус населенного пункта Осиновка получила только этим летом. Нужно время для того, чтобы произвести необходимые установленные законом процедуры, а именно выполнить кадастровые работы по выделению непосредственно проезжей части из общего состава земель. Необходимо изменить их вид разрешенного использования. Из земель для строительства индивидуального жилья перевести в земли соответствующим правовым зонированием. Сейчас бизнесмен готовит предложение администрации для передачи земель в муниципальную собственность. Жители тем временем уже обратились в прокуратуру. Но пока идет проверка, у сторон есть шанс прийти к мирному соглашению.